Пока в истории с атакой дронов на Москву и Подмосковье вопросов больше, чем ответов, начиная от количества БПЛА, их производства, района запуска и заканчивая Рублёвкой и новыми нападками Пригожина на путинскую элиту. Кто стоит за массированным налётом беспилотников на мирно спящие богатые пригороды Москвы и кому это выгодно? Разбираемся в этом видео. Подобными кадрами утром 30 мая были забиты все российские паблики. Народ на перегонки выкладывал, что и куда прилетело, где и как взорвалось. Кому-то даже прямо с дороги удалось заснять работу российской системы ПВО «Панцирь». Ближе к обеду появилась и карта атакованных районов. Выяснилось, что один из беспилотников был сбит над подмосковной деревней Раздоры. Это часть Рублёвки, где расположены государственные дачи. Резиденция Путина Новоогорёва в 10 минутах езды. То есть получается, что организаторы нашествия БПЛА, если бы хотели попасть, то попали бы. Значит, пока не хотели. А зачем тогда атаковали? У меня есть несколько версий, я не знаю, какая из них правильность. Но я думаю, что это сами россияне уже что-то делают. Там же есть у нас «Легион свободы России», «РДК», «Добровольческий корпус». Я думаю, что это их инициатива, россиян самих уже показать, что их режим не совсем справляется с этой идеей. А может быть, это и российские спецслужбы делают атаку на Рублёвку, для того, чтобы немножко стимулировать своих, можно владцев или как это называется, богатых людей. Может быть, это просто бедные люди России уже собрались, организовались таким образом, что им надоела эта власть и храния. Много версий может. О том, что атака была рассчитана на раскачку элиты, может косвенно свидетельствовать очень быстрая и очень громкая реакция Пригожина, которого связывают именно с той частью спецслужб, которая люто ненавидит ковровых генералов а-ля Шойгу Герасимов, вхожих в кабинет к Путину. Вы являетесь министерством обороны. Вы не сделали ни хрена для того, чтобы наступать. Какого хрена вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублёвку летят к вам домой, да и хрена с ним, пускай ваши дома полыхают. Я глубоко возмущён, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои жиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. Шойгу на обидные вопли Пригожина отвечать не стал, но селекторное совещание провёл и гордо заявил, что беспилотников над столичным регионом было 8, 5 сбиты российской ПВО. Понятно, что в Минобороны организаторам атаки назначили Украину. О том, что этих БПЛА было не менее трёх десятков, о том, что они непонятного производства и что 800 километров от Киева они точно не летели, Шойгу почему-то ничего не сказал. А вот в Госдуме поспешили отличиться и по традиции достали ядерную дубинку. Ответ может быть дан в том числе из всех имеющихся возможностей вооружённых сил России. Тактическое ядерное оружие недолго будет стоять зачехлённым. Пока в Москве назначают виноватых и заглядывают в каждый канализационный люк в поисках украинских диверсантов, ситуация, похоже, действительно выходит у Кремля из-под контроля. Ну, я думаю, что освободительная борьба российского народа от своего руководства уже началась. То есть уже началась, и это самый главный эффект сегодняшнего, сегодняшний этап. То есть это вполне вероятно. То есть такая версия, на мой взгляд, более вероятна, чем то, что Украина или украинские спецслужбы организовали эту атаку, потому что она достаточно бессмысленна по своей сути, и с точки зрения, она носит скорее такой, знаете, протестный, демонстративный характер. Сейчас российские власти делают всё возможное, чтобы вот этот демонстративный характер атаки как раз и снивелировать. И всячески избегают уточнений, что прилетели беспилотники в очень небедные районы. Ну, а независимые мониторинговые группы уже вовсю изучают траекторию полёта и фото остатков БПЛА. Так что в скором времени для Кремля может наступить эра поразительных открытий. Например, что где-то в пределах Садового кольца и находится цех по сборке этих самых дронов. И собирают их пригожинские наёмники. Этот сценарий только кажется сюрреалистическим, но ведь в ГУЛАГе были знаменитые шарашки. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал новости Донбасса, чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.